МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ЗВОНОК В ДВЕРЬ ИСЯН МСС, здравствуйте! Меня зовут Иван Астраумов. И мы начинаем телевикторину по изучению татарского языка для тех, кто впервые смотрит нашу программу, объясню суть и правила игры. В игре участвуют два игрока, каждый из них на протяжении двух туров переводит слова с русского языка на татарский и наоборот. Тот, кто даст наибольшее количество правильных ответов и наберет большее количество баллов, становится победителем нашей игры. За каждого игрока болеет группа поддержки. Итак, правила первого тура. Мы переводим слова с татарского языка на русский. Всего в первом туре четыре темы. Каждый игрок имеет право выбирать две из них. В каждой теме два вопроса с вариантами ответов. За каждый правильный ответ игрок получает один балл. Соперник не имеет права отвечать на вопрос другого игрока. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С правилами игры я вас познакомил. Давайте познакомимся с участниками нашей сегодняшней телевикторины. Сегодня за звание лучшего знатока татарского языка будет бороться Аяз и Саид. Ребята, здравствуйте. Здравствуйте. Как ваше настроение? Хорошо. Все хорошо? Саид, как дела? Хорошо. Это хорошо. Давайте познакомимся с вашей группой поддержки. Аяз, кто сегодня болеет за тебя? Моя мама Алсу. Мама Алсу. А чем занимается твоя мама? Расскажи. Она певица, работает и поет. Она певица, работает и поет. Хорошо. Саид, кто сегодня болеет за тебя? Папа. Папа, как папа зовут? Марат. Марат. Чем занимается папа Марат? Он работает в клубе. В ночном клубе? Да. Или в доме культуры? В клубе, в смысле в городе или нет? В деревне. В деревне. Давайте у папы. Уточни Марат, а вы, койлардашлисис? Мамадыш районның тюбэнсюн ауланы клубында. А, меню в аптарам шахарның тенге кукларындашлисис? Йёк-йёк. Анда еберлерден Йрак. Аллахашикар. Алса, а вы часто бываете в ночных клубах? По работе, да. Только по работе. Я пою. Ладно, давайте не будем отвлекаться от сути нашей программы. Прямо сейчас мы начинаем первый тур программы «Брегаляп и Ряник Баттл». Будем учить татарский язык вместе с вами. Итак, стартуем в первом туре программы «Брегаляп и Ряник Баттл». Кто из вас начнёт? Давайте с этого решим. Кто начнёт? А я Саид. Саид. Саид, у тебя на выбор четыре темы. Шыгль, занятие, кушлар, птицы, тауаш, голос и и, дом. Выбирай тему. И, дом. И, дом. Играем тему и. Итак, первый вопрос. Переведи с татарского языка на русский слово «иркен». Это удобный или просторный? Удобный. А как будет в таком случае просторный? Хорошо, твой окончательный ответ. «иркен» – это удобный или просторный? Удобный. Удобный. Хорошо, я принимаю этот вариант ответа. Внимание, правильный ответ. Просторный – это «иркен», а вот удобный – это «умайла». Второй вопрос. Переведи с татарского языка на русский слово «кэрэргэ». Выйти или войти? Выйти. 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 А как будет выйти? Шагарга. Шагарга. Уверен? Я принимаю. Кэрэргэ – это действительно войти. А выйти – это шагарга. Один балл по итогам первых двух вопросов зарабатывает Саид. А яс, твоя очередь, выбирать тему. Шагаль, Кошлар или Тауш? Шагаль. Выбрали тему «шагаль занятие». Продолжаем. Переведи с татарского языка на русский слово «ляктерю». Зацеплять или застегивать? Зацеплять. А как будет застегивать? Ну, примерно, навскидку. Не знаешь? Хорошо, принимаю вариант ответа. Ты сказал, что «ляктерю» – это зацеплять. Да? «ляктерю» – это действительно зацеплять, а вот застегивать – это «тыймэляу». Алсу, вы знали? Я бляйда. Шунды ездилян утрадагас. А, бурщаловутразус. Бурщаловутразус. Не надо волноваться. Второй вопрос. Переведи с татарского языка на русский слово «нагату». Заколотить или крепить? Крепить. Хорошо. Заколотить – это «кодаклау», а крепить – это «нагату». Два очка достается тебе по итогам первого блока вопросов. Саид, выбирай тему. Кушлар или тауш? Тауш. Тауш, голос. Играем с тобой. Переведи с татарского языка на русский слово «койтавас». Это «звонкий» или «эхо»? Звонкий. Ты уверен, что «койтавас» – это «звонкий»? Нет. Так, давай дадим окончательный вариант ответа. «Койтавас» – это «звонкий» или «эхо»? Эхо. Эхо. Все? Принимаю вариант ответа? Это правильный ответ. «Койтавас» – это «эхо», а «звонкий» – это «янграу». Следующий вопрос. Переведи с татарского языка на русский слово «ауас». Звук или слух? Ауас. Звук. Звук. Принимаю вариант ответа. «Звук» – это «ауас», а «слух» – это «ишету». Хорошо, два очка достается тебе по итогам этой темы. И, Аяс, тебе достается тема «кошлар» – птицы. Разбираешься в названиях птиц? Некоторые, да. Некоторые, да. Переведи с татарского языка на русский слово «каурэй». Перо или крыло? Перо. А как будет крыло? Крыло. Крыло, крыло. По-русски «крыло», татарский «крыло». Как просто. «Каурэй» – это «перо», а «крыло» – это «куанат». Куанат – крыло, каурэй – перо. Второй вопрос в этой же теме. Переведи с татарского языка на русский слово «томшок». Клюв или нос? Клюв. А как будет нос? Брон. Нос – это «брон», а «клюв» – это «томшок». Молодец, два балла достается тебе. Еще раз повторим. «Томшок» – это «клюв», а «брон» – это «нос». И пора подвести итоги первого тура со счетом 4-3 пока впереди. А я советую, не огорчайся, еще есть второй тур и шанс отыграться. Но пока давайте узнаем мнение группы поддержки Маратовой, как оцениваете игру в первом туре? На хорошо. На хорошо. Какие советы дадите во втором туре? Думать. Думать и читать. Хорошо. Рахмат. Алсу, ваше мнение тоже хочется узнать. Какие впечатления после первого тура? Друзья, давайте не будем тратить время зря и переходить ко второму туру нашей программы. Мы начинаем второй тур программы «Ибргаляп Иряник Баттл». Правила, схожие с первым туром. Единственное отличие – мы переводим слова с русского языка на татарский. За каждый правильный ответ, напомню, игрок получает один балл. Нельзя отвечать на вопрос соперника, группа поддержки не может подсказывать. Итак, в первом туре мы начинали с «Аэта», в этот раз начнем с «Аяза». «Аяз, на выбор четыре темы». Киняш, совет, накаляр, пословицы, вакат, время, юнареш, направление. Вакат, время. Вакат, время. Играем. Переведи с русского языка на татарский слово «поблизости». Йонанда или Йоканда. Йонанда. Йонанда. Принимаю этот вариант ответа. «Поблизости» – это Йоканда. А вот Йонанда – это «рядом». Йонанда – рядом, Йоканда – поблизости. Но не расстраивайся, еще один вопрос в этой же теме. Переведи с русского языка на татарский слово «древний». Бурангэ или Элекэгэ? Элекэгэ. Элекэгэ. Давай подумаем еще. А, Бурангэ. Внимание, правильный ответ. Бурангэ – это «древний», а Элекэгэ – это «былой» или «старый». Говорят в «былые времена», в «старые времена». Совет, продолжаем с тобой. На выбор осталось три темы. Какую выбираешь? Макалер – пословица. Макалер – пословица. Вставь пропущенное слово, подходящее по смыслу. На родине наш долг. Булышу или хазматиту. Чтобы было проще, надо сначала понять, какое русское слово пропущено здесь. Что мы должны сделать, родине? Что мы делаем обычно? Помогаем. Помогаем, хорошо, еще. Может, Марата обызнает пословицу на русском. Родине… Служит. Служить, родине. Наш долг. Именно так. Это правильная пословица. А теперь, Саид, давай попробуем перевести слово «служить». Служить – это булышу или хазматиту. 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 А булышу? Помогать. Помогать. Маратавый, как будет на татарском звучать эта пословица? Или без га хазматиту без нен бурэш. Или без га, вот она без га. Хазматиту без нен бурэш. Служить родине – наш долг. Это правильный ответ. А булышу – это действительно помогать. Хазматиту – служить. Булышу – помогать. Итак, во втором вопросе также нужно вставить пропущенное слово в пословице. Юношей из 70 профессий что, мало или не хватает? Давайте вновь обратимся к группе поддержки. Мало. Мало. Хорошо, это правильно. Юношей из 70 профессий мало. Теперь нужно перевести слово «мало». «Ос» или «жетьми». «Ос». Уверен? Да. Принимают вариант ответа. Все, 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 принимают. Юношей из 77 профессий мало. Мало по-татарски. «Ос». А вот «жетьми» – это не хватает. На татарском пословице звучит так. «Егид камн житмештер ле хонарда ос». «Егид кашига житмештер ле хонарда ос». И это правильно. Я думаю, что нам всегда мало. «Мало» – это «ос», «жетьми» – это не хватает. А в словаре эта пословица переводится как «Егид кашига житмеш жиде хонарда ос». Вот видите, в русском языке только 70 профессий мужчине и юноши мало, а в татарском языке у татара 77 профессий мало. Потому что татары больше трудятся и больше работают. Аяз, выбирай тему. «Леш». «Юн-Алеш». Направление. Переведи с русского на татарский слово «запад». «Кэн-Батыш» или «Кэн-Чэгэш». «Запад». «Кэн-Батыш». «Кэн-Батыш». Я принимаю этот вариант ответа. «Запад» – это «Кэн-Батыш», а «Кэн-Чэгэш» – это «Восток». «Восток» – «Кэн-Чэгэш», «Запад» – «Кэн-Батыш». Это правильный ответ. Еще один вопрос в этой же теме. Переведи с русского на татарский слово «север». «Кэн-Як» или «Тэн-Як». «Тэн-Як». Тыньяк. А кыньяк? Куда ты часто едешь отдыхать летом? С мамой и папой? В жаркую страну. В жаркую страну. На юг. Хорошо, я принимаю этот вариант ответа. Север это тыньяк, а юг это кыньяк. Молодцы. Итак, Саид, играем в тему кыньяш. Совет. Переведи с русского на татарский словосочетание «Спросите у друга». Ипташигиздэнсрагас или ипташигиздэнкорагас? «Спросите у друга». Ипташигиздэнсрагас. «Спросите у друга». Это действительно ипташигиздэнсрагас, ипташигиздэнкорагас. Это «посмотрите у друга». Второй вопрос в этой же теме. Переведите с русского на татарский словосочетание «уточните у брата». «Обой ингглэн онглаш бэтр или обой инглэн още клаббэтр?» Уна... Обой инглэн още клаббэтр. Хорошо. В таком, если ты думаешь, что оба ингнан ощекла бетер, это уточните у брата, как переводится о беянглен он лашебетер. Так, на вскидку. Ладно, не буду тебя мучить, принимай этот вариант ответа. Уточните у брата, это оба ингнан ощекла бетер. А оба ингнан оңлашебетер это «объяснись с братом». То есть разберись в чем дело. Объяснись о беянглен он лашебетер это «объяснись с братом». Прежде чем подвести итоги нашей игры, давайте узнаем у группы поддержки, как они себя ощущают, потому что слова были очень сложные и сами переживают. Алсу, как ощущения? Я не знал, что я не знал, что я не знал. Вот видите, и наша группа поддержки вместе с нами изучает слова на татарском языке. Я думаю, что пора подвести итоги нашей игры. Сегодня со счетом 7-7 побеждает дружба. Давайте друг друга поаплодируем и поздравим. Неожиданный исход игры, но это еще одна причина, чтобы смотреть нашу программу и изучать слова на татарском языке. С вами мы прощаемся, но ненадолго. Увидимся совсем скоро. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»